Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня очень важное видео по многочисленным вашим просьбам. Я сделал некую такую компиляцию того, о чем в десятках и сотнях своих лекциях говорил. Итак, тема такая. Почему у зожников, то есть людей, кто придерживаются того или иного образа жизни более-менее здорового, у веганов, сыроедов и так далее, тем не менее сейчас есть проблемы со здоровьем, как бы многие из них не старались решить эти свои проблемы со здоровьем, в том числе и с переходом на другой тип питания. Какие ошибки допускают эти люди, что они не учитывают в своей жизни те факторы, то есть которые объективно влияют на нас с вами отрицательным образом? То есть чего же сегодня людям не хватает для здоровья? А все потому, дорогие друзья, что сегодня есть очень много вредных факторов воздействия на организм человека, которые объективно воздействуют и отрицательным образом. И о них я сейчас вам расскажу. Поскольку я сейчас буду говорить о людях, которые уже все-таки придерживаются здорового образа жизни, то, конечно, я не буду говорить о том, о чем вы уже и так знаете. То есть о трансжирах, ГМО и других безумно вредных компонентах в пище современного человека. Не буду говорить о вообще неестественной для человека, невидовой пище. Вы это тоже, скорее всего, знаете. По крайней мере, в других моих лекциях подробно я об этом рассказываю, приведу примеров, каких сегодня чуть далее. Тем более, часто меня спрашивают, а хватит ли сейчас только вот веганство, сыроедение, переход на эти виды питания, чтобы стать здоровым человеком и победить свои болезни прошлые. Да, но далеко не всем. Это очень важный фактор при переходе на здоровый образ жизни и действительно для оздоровления организма. Но, к сожалению, в наше время этого недостаточно. И потом, веганство и сыроедение, оно сыроедению рознь. Сейчас я поясню все кратко, но четко, как вы любите. Ну а потом, если у вас будут вопросы, под этим видео оставляйте их, только четко сформулированные краткие вопросы. И я тогда уже сделаю видео длинное, вот как я делал по пищеварительной системе, дыхательной, кровеносной и так далее, по 3-4 часа. И там уже подробно все разъясню, объясню, поясню. То есть детально, досконально. Ну а сейчас я кратко перечислю по пунктам те причины, которые объективно влияют на здоровье отрицательным образом. И кратко поясню, какие мои видео вам нужно будет посмотреть и желательно законспектировать. Эту компиляцию необходимо знать всем тем, кто стремится к здоровому образу жизни или уже живет в этом стиле и понимает, что нужно какие-то коррективы внести, что-то не получается. И вот как раз есть факторы, которые мешают тому, чтобы у вас все получилось. Давайте разбираться. Первый пункт. Дорогие друзья, в наши дни есть огромное количество факторов, воздействующих на нас, которые приводят к тому, что все-таки дефицитные состояния у всех людей, у веганов, сыроедов, неважно, есть по определенным видам витаминов. Первое. Это витамин В12. Вот это моя лекция полностью все поясняет. Но сдавая анализы на витамин В12, сдайте еще на гомоцистеин, как его антагонист. Если гомоцистеин по результатам анализов повышен, то В12 в дефиците, даже если сам анализ показал на В12 как норма. Почему такой диссонанс происходит, я уже как раз объяснял это все в моей лекции В12. Второе. Это витамин Д2, Д3. Ну, главное, Д3. Подробно вот в этой лекции, очень коротко я все поясняю. Обязательно ее посмотрите, если еще не смотрели. Далее. Это витамин К и К2. Если их дефицит в организме, то, как правило, проявляется он в том, что если чистите зубы, то кровоточат десны или в носу поковырялись чуть-чуть, и уже кровь идет. Вот это показатели дефицита. В брокколи, шпинате их много. Только не варите брокколи, шпинат. Ну и последняя четвертая пара, на что надо сдать анализ любому человеку, это что? Это омега-3, полиненасыщенные жирные кислоты, а именно ЭПК и ДГК. Не все лаборатории сдают, хотя бы общие омега-3. Но желательно именно на ЭПК и ДГК сдать. Дорогие друзья, если у вас на что-то из этого перечисленного есть дефицитное состояние, пожалуйста, приведите нормы по средней, а лучше по верхней границе нормы этих видов витаминов и омега-3. Целый пласт проблем возникает тогда, когда есть дефицит в этих витаминах. Но, кстати, по D3 сейчас поголовно у всех дефицит. Очень многих по B12, кстати, вне зависимости от типа питания. Вторая причина, пункт номер два, это тотальный в наши дни дефицит микроэлементов. Сейчас в наши дни даже по макроэлементам есть у многих дефицит. Например, тот же кальций без D3 практически не усваивается, и это есть проблема. Но микроэлементы тут совсем беда. Если вы захотите разобраться, почему такая проблема в наши дни происходит, мое видео «Лес и почва». Посмотрите его досконально, полностью все будете знать по этой теме. А по каким минералам, по каким микроэлементам больше всего дефицита сейчас? Это медь, селен, цинк, йод и хром. Например, при ожирении дефицит хрома никогда не приведет к снижению массы тела, чтобы вы не делали. Дефицит серы, кожа дряблая будет, кстати. А, например, у птиц, у тех же, например, кур, когда они перья едят свои, это значит дефицит серы. Очень много нам показательных таких, знаете, примеров природа приводит. И просто нужно знать, как все происходит в природе. Об этом как раз мои видео. И тогда по определенным вещам вы можете понимать, что происходит с организмом. Причем, неважно, животных или людей, биохимические-то процессы идут совершенно одинаково. Проявляются они в разном. И это надо знать. И мои лекции как раз в этом помогают. Дефицит цинка – это проблема с половой системой, особенно у мужчин. У кого есть аденома, простатит, категорически цинк потреблять, категорически потреблять селен. Причем двойные дозы в начале, в середине еды прервались, приняли необходимую норму, дозу в сутки, два раза в день, скажем мы. И дальше едите. То есть прием микро- и макроэлементов, как и некоторых витаминов, происходит, например, как D3. Во время еды, в середине, предположим. Селен – это мощнейший антиоксидант среди минералов, очень важный для борьбы с свободными радикалами, как и многие витамины. Как и другие жизненно важные элементы, например, полипринолы в составе пихтовой хвои. Посмотрите вот это видео. И так далее. Третий фактор, третий пункт – это вода некачественная. Это очень обширный термин, тут надо расшифровывать, но у меня 10 видео, а то и больше по воде. Сейчас я, конечно, подробно это не скажу, но вода не должна быть жесткой. Солей жесткости, вот этих неорганических минералов, в ней не должно быть, помните, центра долголетия, там, где была мягкая вода. Где была вода с определенными физико-химическими свойствами, об этом несколько видео у меня на канале. Хотя бы посмотрите вот это, где я говорю для телевидения, рассказываю про физико-химические свойства воды. И вот это про ОВП и главное молекулярный водород H2, вот это видео, да, избыточное его количество в воде, как это сделать. А в современном техническом мире только с помощью техники это и возможно сделать, к сожалению, таковы реалии. Помните, вода из водопровода течет даже из водопровода, даже из артезианских скважин, уже теперь с антибиотиками, с гормонами, это большая беда. На эту тему у меня есть видео, где я досконально проанализировал, даю доказательства, приводя в пример те или иные исследования, зарубежные, швейцарские, в том числе. Посмотрите вот это видео про воду мою. Скоро будет еще одно ценнейшее видео про проблему с хлорированием воды, про проблему даже с угольными картриджными фильтрами, которые как бы сорбируют хлор. Но если их вовремя не сменить, хлор все-таки выходит и при кипячении, диоксины образуются. И это просто путь к онкологии самый прямой. Потому путь решения, скажем, в квартирах, в городах этого вопроса, этой беды, а там не только хлор, это я один из примеров, да, безусловно, как я говорил, это система обратно в осмос. Но и там есть свои недостатки. Знаете что, наперед скажу, напомните мне потом. Я сейчас веду переговоры, мы уже пришли к изготовлению, скажем, правильной конструкции, к уникальному, еще никто не производит в России и в мире такие фильтры. Мы постараемся их сделать портативными, то есть под раковину, из нержавеющей пищевой стали, со всеми необходимыми элементами, говоря о компактных размерах. Потому что там в коттеджах по-другому этот вопрос решается. Но вот в городских условиях, под раковину, скажем, это будет миниатюрная система, которая будет решать вот все вопросы. Об этом я сделаю потом отдельное видео. Я очень надеюсь, что опытный образец у меня будет уже буквально через недели 2-3, а через месяц-полтора можно будет запустить это в серийное производство. Смотрите, у меня на канале будет отдельное видео на эту тему. И вот это будет решение с водой, такое серьезное, правильное, комплексное. Это очень важная тема. Вода, пожалуй, основа всего. Вы понимаете, что от воды, от качества ее, от свойств зависит фактически вся наша жизнь. Потому что это и универсальный растворитель питательных веществ, лекарственных веществ, ядов, токсинов, которые выводятся из организма. Это ее свойств. И активности зависит, собственно говоря, вся биохимия наша с вами. Поэтому это самая главная тема. Ну, про это чуть позже. Да, сразу скажу наперед, потому что будут вопросы. Это как-то связано с ОВП, с главным генерированием водорода молекулярного? Нет, не связано. Это необходимо в любом случае. И в этой связи, вот про приборы говорю, я, конечно, скажу, что персональный генератор водорода и свободных электронов необходим каждому. И вот это видео, где мы с коллегой сидим на приборах измерительных, показываем, замеряем параметры, даем аналитику. Посмотрите обязательно, кто еще не смотрел. Ну, четвертый пункт, четвертая причина. Это паразиты, конечно, то есть гельминты, ленточные, круглые, плоские черви. Это грибки, грибковые заболевания, начиная от кандиды до аспергиллиусов различных видов этого рода и так далее. То есть грибки микромицеты. Первонаперво, с изменением питания и так далее, что необходимо сделать? Два раза в год, два раза всем людям проходить антипаразитарную комплексную программу. Вот эту, конечно же. Я только лишь одно скажу, что вот это видео посмотрите, хотя бы его захотите более подробно. Под ним будут ссылочки уже, и там подробнее изучите, да? Но это видео, кто не смотрел, обязательно посмотрите. Даже пересмотрите, кто смотрел, очень вам советую. И тысячи таких писем приходят мне постоянно вот про эту проблему и как её, собственно, решать, я как раз рассказываю. Здесь правильно, как её решать, а не, так сказать, для отмазки совести, а именно вот конструктивно. А уже противогрибковые терапии комплексные, ну скажем так, конечно, тут надо индивидуально смотреть. Очень много проблем связанных с грибковыми поражениями, вот грибками микромицетами, тем более, если есть другие проблемы со здоровьем. В идеале это надо индивидуально решать. Но есть общая методика в моём видео «Гриб-весёлка», я рассказываю о маркерном курсе. Вот три месяца подряд неплохой курс, вот как раз противогрибковой терапии, да? Дальше, пятый пункт, который люди почему-то не учитывают, это неестественная жизнь в городах, особенно в мегаполисах. Ну, окна вы протирали когда-нибудь? Вы видели, если не протёрли, допустим, неделю или там месяц, смотря где вы живёте, на магистралях или где-то во дворах, и у вас чёрный палец по стеклу снаружи или даже внутри квартиры? Это что? Вы понимаете, что вы этим дышите, да? Нет? Так вот, значит, что необходимо? Ну, тут уж надо думать, либо плюнуть на это и считать, что это не вредно, хотя это безусловно вредно, это канцерогенный фактор, онкогенный фактор. Да, вы можете уехать, я бы так сделал, я так сделал. Из Москвы ещё в 98-м году, ну, в 99-м полностью переехали, а сейчас вообще в Пушкинские горы, где вот это видео я записываю, так сказать, из моего хозяйства, с детьми, с женой, полностью семьёй переехали. Это один вариант. Второй вариант можно оборудовать системами фильтрации воздуха и улавливать вот эти все частички тяжёлых металлов и различные пыли и так далее, и так далее. И это правильно. Об этом я тоже сделаю отдельное видео. Доведите своё жилище до такого состояния, когда не будет внутри помещения образовываться на стекле и на предметах каких-то налётов. Тогда вы эту проблему хотя бы отчасти решили. Шестой пункт. Есть ещё одна очень большая проблема. Вот когда врачи не могут понять, а уже разводят руками, и вы сами, и то пробовали это, а всё равно есть проблемы со здоровьем и непонятно от чего. Тогда помимо вот дефицитных состояний витаминов и всего, всё, что я говорил, учтите ещё один очень важный фактор. За годы жизни, особенно за десятки лет жизни, мы все в той или иной степени нахватались из пищи, воздуха, воды, тяжёлых металлов и радионуклидов даже. И потому, смотрите вот это моё видео «Гриб-дождевик». Там я рассказываю, как решить эту проблему, как вытащить из организма тяжёлые металлы и радионуклиды простым способом за месяц-два. Лучше эту методику использовать два месяца подряд. То есть, в идеале, первый месяц антипроцитарная программа, второй, третий месяц, и то, что я рассказываю в видео с грибом «Дождевик». Вот эту полную программу пройти. Естественно, это всё есть на нашем сайте надгар.ру. Это прямая и честная реклама того, что помогает людям и решит эти проблемы. Седьмой пункт. Он отчасти вытекает из первых шести. Это синдром дырявого кишечника. Сейчас поголовная эта проблема есть. И вот в этой связи посмотрите два моих видео, чтобы понять эту проблему, откуда ноги растут и что же делать. Первое видео. Это так называется синдром дырявого кишечника. А второе видео. Почему мы не можем питаться только плодами в наши дни, хотя это видовая пища человека. И на то есть несколько объективных причин, и как раз там я полностью досконально эту тему закрыл. К тому же не забывайте о бытовой химии. Например, зубная паста с триклозаном, или, скажем там, капелька фейри и тому подобное на посуде. И у вас гарантированно будет синдром дырявого кишечника, а значит все те последствия, которые из этого вытекают. Ослабленный иммунитет, дефицит питательных веществ, чтобы вы не ели, даже если в этой пище будет весь нужный состав. А такой пищи сейчас практически нет. Поэтому супердобавки в наши дни, так называемые БАДы, суперфуды необходимы, потому что человек изгубил почву в пище, в продуктах питания, даже органических, био, да, там химии нет, но там нет всех необходимых питательных веществ, которые жизненно необходимы нам каждый день. И вот эта проблема решается комплексно. Запомните. Я подробно, конечно, об этом совсем рассказываю на индивидуальных консультациях своих, когда разбираю подробно проблемы человека, даю рекомендации, как эти проблемы решить со здоровьем, конкретной болезнью, общее состояние здоровья поднять на должный уровень, то есть укрепить иммунитет через вот эти как раз пункты, в том числе, которые я вам сейчас поясняю. А еще очень важное мое видео в этой связи, посмотрите, третье, это дисбактериоз, полную 50-минутную лекцию. В ней в первой половине я как раз рассказываю о трех уникальных продуктах, которые в сочетании между собой в течение суток приема дают человеку почти все, что только необходимо из питательных веществ, кроме тех, на которые я как раз вам сказал сделать анализы вначале. Но плюс к этому я сейчас рекомендую, потому что тотальный дефицит кремния, важнейшего микроэлемента, это диатомид потреблять, это, конечно, Т8 экстра, хотя бы экстру, а лучше Т8 экстра плюс бленд одновременно. Ну и, конечно же, биокедр. Обо всем об этом подробно расписано под этими товарами на нашем сайте, можете потом почитать. Говорить сейчас, естественно, не буду про каждый, потому что это просто будет огромный ролик. Восьмой пункт, восьмая проблема. Это огромная проблема в наши дни. Это СВЧ, ВЧ-источники излучения. 3, 4, 5, тем более G и так далее, и так далее. Wi-Fi и прочая гадость. Вот это все, напоминаю, проводная связь. Вот у меня компьютеры, связь идет по проводам, и так у меня везде никаких Wi-Fi у меня нет. Ни у меня, ни у моих сотрудников, естественно. Это все легко решается. Посмотрите непременно вот это последнее мое видео на данный момент в ряде 4G, 5G и Wi-Fi. Обязательно посмотрите. Если захотите более подробно изучить, под этим видео подробнейшим образом, внизу по пунктам, если нажмете еще, откроются ссылочки, там досконально разъясняется вся эта проблематика. Огромная. Это объективная проблема в наши дни, страшнейшая, может быть, самая главная, самая пагубная. Решать ее необходимо. Как ее решать? Отчасти и глобально там тоже рассказываю, я поясняю. Посмотрите, пожалуйста, это видео. Эта беда касается всех. Кто отшучивается, кто злится, глумится, кто отмахивается и кто, так сказать, понимает. И поэтому под воздействием этого находятся все люди. И воздействие это идет не нагревом, как некоторые подшучивают, подкалывают физики всякие, умники. Нет, конечно. Речь идет про резонансное разрушительное воздействие на клетку, на ДНК от источников ВЧС-ВЧ-излучения, про модуляции, про наложение частот и влияние на клетку и на процессы биохимические. Вот про что идет речь. Но не через температуру. И скоро очень важное мое видео про защиту, скажем, от соседских Wi-Fi, потому что вы на них повлиять не сможете, на соседей я имею в виду, да, будет мое видео с Тюняевым, моим коллегой, буквально скоро на моем канале. Девятое. Многие ошибки совершают следующее. Люди некоторые считают и уверены, что они зожники, употребляя животные продукты, животного происхождения, различные мясные диеты, так сказать, пусть даже низкоуглеводистые и так далее, прям уверены в этом. Так вот, посмотрите хотя бы вот это видео, называется оно «Мясо». Не будьте так уверены, вы посмотрите и слушайте доводы логические и мыслите, пробуйте мыслить сами, анализировать. А подобные ошибки, уверенность в себе, это просто самоуспокоение по сути. И очень вредная штука, потому что уверяя себя в том, что все нормально, вы просто закладываете бомбу с часовой механизмом, который обязательно рванет рано или поздно, и просто вы оттягиваете этот процесс. Не лучше ли понять и не допускать по возможности больших серьезных проблем в будущем. Но надо понимать, что это за проблемы, поэтому это видео как раз важно посмотреть тем, кто уверен в том, что он питается правильно. Пункт 10. Это, конечно, химия в пище и в быту. Но речь идет прежде всего о том, что нынешние хозяйства, фермерские, тем более агрохолдинги, биотехнологии не применяют. Эксенсивное сельское хозяйство с применением химии, чтобы максимально получить объем продукта с минимальной площади, с минимальными затратами. Не так ли это капитализм? Хотя есть и отдельные биофермеры, которые продают продукцию, безусловно, дороже. И такая продукция на самом деле химически чистая, на самом деле она должна стоить не на 20-30%, а в 2-3-5 раз дороже. Чудес не бывает. Людей уже практически, кто занимается ручным производством настоящей биопродукции, на земле почти нет. И на всех жителей мегаполисов и городов, даже средних, таких продуктов не хватит. Даже если будут заниматься люди, лет 10 подряд переедет там 10% населения из городов в деревню. А лет через 20, возможно, если переедет минимум 10%. А те, кто остались сейчас на селе, понятно, да, чем они занимаются, что ничего они практически не производят. Ну, если что, только для себя в огороде и для знакомых, друзей, родственников. Проблема этой химизации сельского хозяйства, конечно, проблема. Потому что то, что вы едите, это участвует в обменных процессах и, соответственно, их нарушает. Тем более, боевые отравляющие вещества, если опрыскивают всякими пестицидами, гербицидами и различными прочими химическими препаратами. А это, к сожалению, происходит массово. По возможности надо либо выращивать самим на своих участках, либо объединиться с кем-то, или покупать у честных производителей, крестьян, фермеров, которых вы знаете, в которых вы уверены. Мы тоже производим часть продукции. Часть продукции мы представляем наших партнеров, которые действительно являются честными производителями. И на нашем сайте надгар.ру, это тоже реклама, вы можете приобрести честные, хорошие, качественные продукты. Кстати, почитайте этот раздел отзывы на нашем сайте надгар.ру. Почитайте, что люди пишут, такие же, как вы, которые просто купили в первый раз, там во второй, и вот решили оставить свои отзывы. Не покупайте, уважаемые товарищи, в супермаркетах пластиковую химическую еду, переработанную многократно, всякие крекеры, печенье, то, чего вообще в природе не существует. То, что является результатом продукции химической промышленности, по сути, пищевой химической промышленности. Тем более, берегите планету. Не покупайте то, что продается в пластиковой упаковке, по возможности хотя бы. Тем более, бутылки с питьевой воды, пластиковые, категорически, не губите планету. Вы ведь становитесь тогда соучастниками этой беды, катастрофы планетарного масштаба, которую вы либо не понимаете, либо забыли, я вам напомню. Посмотрите, не бойтесь, вот это видео про пластик в быту и в природе. Посмотрите. Губит человечество и природу пластик. Окна ПВХ поганые, деревянные ставьте. Полиэтилен бытовой, особенно ПВХ, ну, в общем, это страшная тема. Влияет ли это все на здоровье? Безусловно. Безусловно. Пагубно влияет. Одиннадцатый пункт. Не пользуйтесь посудой с различными покрытиями, там, тефлоновым, прочим. Ну, не надо ерундой заниматься. Стекло. Чугун. Чугунные сковородки, если уж на то пошло, или там кастрюли, казаны. Керамика обожженная, то есть глина обожженная, да? Это фаянс, фарфор и так далее. Пожалуйста. Не ржавейка, посуда из пищевой, только качественной нержавеющей стали. Ну, титановая посуда, само собой. Ну, и деревянная, конечно. Вот вам куча вариантов. Но только не алюминиевая, не убивайте себя, и не с разными видами покрытий. Ну, и малюрованную можно, разумеется. Двенадцатый пункт. Стрессы, дорогие друзья. Вот если бы не было этих факторов, прочих, то и сами стрессы бы так не влияли. Говорят, все болезни от нервов. Когда-то, условно, и то это, конечно, глупый, неправильный такой тезис-постулат, все болезни от разных причин. Вот от тех, о которых я говорил, и от других. А стресс – это такой как бы триггер. Это усугубляющий фактор. Иногда таким является действительно спусковым крючком, когда уже вот на чаши весов здоровья болезни вот почти поровну. И тут маленькой крупинки хватает, чтобы перевесить сторону болезни. Вот тогда стресс очень серьезным образом влияет. Я на практике консультирую сотни людей, вижу это, и как люди рассказывали, анализируя сами свои жизненные ситуации и проблемы со здоровьем, видели, когда подмечали, объективно совершенно, когда вот это являлось спусковым крючком. Действительно, стрессы надо по возможности убирать из своей жизни. Есть седативные препараты, натуральные валерьянки, там прочее. Есть травы различные, сонтрава и лаванда, и мелисса, пожалуйста, которые можно класть в сухом виде рядом или с постелью, либо в подушку вшивать, либо, так сказать, вот использовать ладан. Эфирные масла, кстати, ароматерапия, правильная штука, тоже работает наряду с другими факторами. Про эфиры есть у меня видео тоже на канале. Что же еще я могу сказать? Есть другие нюансы. Да, есть такая моя лекция, старая, и лет 8, может больше. 9 причин болезни. Полная 4-х часовая лекция. Не поленитесь посмотреть. Если вы к этим пунктам выпишите то, что я не говорил сегодня, там говорил, то вы выпишите, у вас будет полная, четкая, ясная, такая как бы методичка, план действий, некий конспект. Это некая работа, но она отблагодарит эта работа вас, потому что вы один раз это сделаете, и не напрасно. У вас на всю жизнь будет. Это подсказка. Мы часто забываем, сегодня помним, понимаем, а завтра в бытовуху погружаемся, и вроде бы машем на себя, забываем потом напрочь, то, что вчера еще остро воспринималось нами, как совершенно нужное, важное к применению. Поэтому, пожалуйста, не совершайте эту ошибку, характерную для всех людей в той или иной степени. Учтите эти факторы, законспектируйте эти мои лекции, которые я вам сегодня сказал, посмотреть, посоветовал. И, конечно же, вот пересмотрите данную лекцию, вот эту, которую вы сейчас смотрите, и выпишите. Выпишите эти пункты, а дальше уже пополняйте их, дополняйте. Сами додумывайте, что еще можно учесть, какие объективные важные факторы надо. И помните, что хорошие привычки, они тоже входят в жизнь, так же, как и плохие, не сразу. Иногда какое-то усилие придется сделать вначале, а потом все как по маслу пойдет. Вот тоже об этом помните. Люди себя не любят менять, но иногда это сделать довольно-таки просто. А психологически потом все срастется, и будет привычным. Лучше в привычке себе брать полезное, но не вредное, не так ли? И еще, дорогие друзья, не забывайте о лечении хронических заболеваний, которые с вами есть. Иногда они тоже являются, ну скажем, факторами, которые препятствуют улучшению качества жизни и здоровья, да? Потому что нужно застарелые старые болячки лечить, а лечится все, пока человек жив. И в природе, дорогие друзья, есть все, чтобы быть здоровым, и есть все, чтобы вылечить любую болезнь. Просто нужно сделать так, чтобы учесть, во-первых, все факторы, и все сложилось. И в жизни нам мешают две основных проблемы. Отсутствие знаний и лень. Вот поэтому нужно учесть и то, и другое. Не допускайте дефицитных состояний в тех или иных питательных веществах. Категорически в наши дни это недопустимо, а дефицит питательных веществ есть у всех в той или иной степени сейчас. Антипаразитарная программа, ликвидация дефицита питательных веществ, ну и, конечно, лечение тех болезней, которые у вас есть. Другими словами, если свести все в три пункта, что же делать, чтобы быть здоровым человеком вылечить те или иные болезни, нужно, во-первых, скорректировать свое питание и не допускать дефицитных состояний по питательным веществам. Второе, это нужно устранить все вредные факторы, которые на нас с вами действуют обязательно, в любом случае, вне зависимости от наших верований, желаний, там и так далее, да, объективно действуют. И третий пункт, это непосредственно методики лечения, которые необходимы в данной, конкретно вашей ситуации. Естественно, применяя в том числе, если необходимы медицинские средства, то их, а помимо, или, обязательно, во что бы то ни стало, безусловно, применяя древнейшие знания наших предков, а именно фитотерапию, то есть лечение травами, зная об их силе и свойствах, и, конечно, фунготерапию, современным языком говоря, то есть науку, о изучении свойств лечебных, высших басдиальных грибов, то есть макромицетов. А совмещая вот то, что я говорил, и учитывая эти факторы, вот всё это и есть системный подход, комплексный, к лечению, к укреплению иммунитета, а значит восстановлению своего организма. Только так, а не иначе. Всё остальное, это будет гадание эндокофейной гуще, и так, знаете, помогло, не помогло. Поэтому не спрашивайте, пожалуйста, меня про АСД-2, про Тедикамп, про различные другие средства, так сказать, из, скажем, народной медицины, на которые вы молитесь, как на, так сказать, панацею. Нет панацеи, или по-другому сказать, есть панацея, но панацея – это системный подход, а не отдельно выборочные какие-то методы и вещества. Вот это нужно знать, чтобы не обманывать себя и других. Ну, а теперь, что ж, пишите свои вопросы вот под этим видео, только, пожалуйста, формулируйте их очень кратко, при этом чётко, и по сути. Ну, и, конечно, свои комментарии. Если вам видео понравилось, вы считаете его очень важным, ставьте лайк тогда, ну, и делитесь с другими людьми, чтобы они тоже об этом задумались хотя бы, знали, вы большое дело, сделаете большую пользу. Общее наше дело, чтобы люди были здравомыслящими и здоровыми людьми, чтобы общество было крепкое, значит, страна, ну, и, соответственно, будущее было у наших детей. Всего хорошего, дорогие друзья, до новых встреч, до новых видео.